Дефиле, интеллектуальная викторина и творческий номер в Люберцах прошел конкурс красоты. Но в нем приняли участие не профессиональные модели, а обычные женщины. Каждая участница индивидуальна, но всех объединяет одно – они мамы. О необычном и трогательном празднике под названием «Мамочка-люберчаночка» наш следующий сюжет. Ну я же супер-мамочка, люберчаночка. Для каждой из 20 участниц этого конкурса выход на сцену уже стал победой. Ведь этому предшествовала непростая работа – многочасовые тренировки, мастер-классы по дефиле, уроки позирования. В общей сложности два месяца подготовки. И вот зал полный болельщиков и экспертное жюри, готовые оценить результаты их трудов. Наши конкурсанки самые красивые, самые очаровательные, самые восхитительные, самые смелые. После того, как мамочки-люберчаночки показали свои умения ходить по подиуму, они поучаствовали в интеллектуальном конкурсе. Вопросы задавали простые, но в то же время каверзные. А самым волнительным этапом стала визитная карточка. В выступлениях некоторых девушек принимали участие их мужья и дети. Но главная цель этого проекта носит вовсе не конкурсный характер. Организаторы подчеркивают прежде всего его социальную значимость. На кастинге первое, что говорили, это не хватает эмоций. Хочу найти подруг, хочу преодолеть определенные барьеры перед сценой, перед людьми. Но это такое сплочение семей, сплочение девочек. Они все подружились, все нашли интересы. И видишь, как болеют родственники. Родственники действительно болели очень активно. Способ поддержки у каждого свой. Кто-то пришел с плакатом, а кто-то с букетом цветов. Я наблюдал, да, она репетировала очень много, переживала. Поэтому я надеюсь, что победит. За Анжелу, номер 19, Анжелика Теремкова. Она принимает участие во многих конкурсах. Она активная, везде постарается принимать участие. Старания участниц оценивала экспертная жюри. В него вошли сотрудники местной администрации, члены общественной палаты, а также депутаты и предприниматели. За каждое выступление конкурсантов они, не совещаясь друг с другом, ставили баллы. Опираясь на мастерство, на творчество и на чувствительность, которую производили на нас конкурсантки. Это очень сложная задача, потому что для меня, разумеется, каждый из них является победителем. Но выбрать все-таки пришлось одну. После того, как ведущие объявили третье и второе место, зал замер в ожидании. Звание мамочка-люберчаночка 2018 получает Ксения Букас! Мама троих детей, визажист, певица, а еще и спортсменка. Ксения признается, времени и сил для репетиций порой не хватало. Но благодаря поддержке семьи и организаторов конкурса она прошла этот путь до конца. Конечно, мне очень хотелось победить, я не скрою. Но очень много было достойных девочек, волнение сыграло свою роль и ожидало, но все равно получилось неожиданно для меня. Ни одна участница не осталась без внимания. Некоторым девушкам присвоили специальные номинации. Но абсолютно каждая из них вынесла из этого праздника самое главное – массу положительных и незабываемых эмоций. Луиза и Газарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ, подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...